ребята доброе утро вернее уже добрый день уже 12 часов до из 5 12 вот на таком месте я стою вчера закончил прикиньте не мог попасть никуда приехал вон оттуда с огородов блин вообще вот ехать мне штутгарт и по моему штутгарт вот там это я могу ошибаться мне по моему вот туда штутгарт сейчас пойдем посмотрим какие пробки и штутгарта обычно я в них нахожусь пробках а тут мы посмотрим сверху на нее но сейчас движуха началась очень жарко я даже без майки вот кстати вот там автохов типа блин он настолько забитый был вчера я приехал я хорошее место нашел на осмотрился точку туда же две машины могут встать спокойно а поэтому мосту тоже наверно можно проехать потому что трактора ездят но мне туда не надо мне нужно будет через автохол проехать и по этой дороге по моему вот ту сторону штутгарт но вот такое движение полин первый раз иду по мосту там где блин не я еду блин и меня снимает а я снимаю как другие едут вот например трактор видите проезжает я думаю он не намного легче чем я да да штутгарт там я вот оттуда приехал вот там если вы видели как я ехал я вчера показал а сейчас пройду тоже покажу время есть я где-то через час стартую я успею еще кофе попить и я пойду через паркинг я вот туда задом сдам спокойно и через паркинг пройду вот как эти машины хочу вам показать другое хочу показать вам как я сюда попал ну какое-то количество покажу можно конечно попробовать здесь проехать но я сомневаюсь что я выйду там куда-то там придется разворачиваться да короче веселуха вчера было блин время как бы у меня было я ехал но блин ну его нафиг этот штургарт надо было мне ехать надо было там стоять где-то во франции все все равно времени хватало и спокойно стартануть сегодня блин часика в 10 утра это будет наука на будущее если у меня блин вчера был во времени я где-то 4 закончил по моему имя погрузка только в три часа дня сегодня это там выставка там альянс ареи арены туда приехал за мест нету блин хорошо там узнал куда там надо подъезжать сегодня поеду там надо искать будет 9 холл вообще лучше там стать и спокойно приехать потом следующее загрузками завтра только в 11 с утра с времени немерено из поля щасе и да вон там аэропорт штутгарт там красота арена возле аэропорта здесь все было забито все полностью забит я вот так вот сдам сюда назад в она вот в это не попасть колесо блин чтобы не пробить но его нафиг не хочется сюда сдам его туда и там выйду да ну за одну по загораю в майке не ладить весь мокрый жарко я не знаю градусов наверно 25 примерно так идет вид из магазина наверное да водитель наверно сходил магазин тут поселок можно прогуляться до магазина конечно но мне уже не надо единственно мне нужно купить наверное еще на следующую неделю водички упаковочку просто я уже понял надо покупать просто минеральную воду просто без ничего вон лошадка еще одна тут тут лошадки вообще пасутся не знаю можно пройти посмотреть я вот там заезжал надеюсь здесь клещей нету но если есть я сейчас ноги быстренько вытряхну смотри что это такое здесь кто-то жил вот лошади дефо они это эти и есть которые были я вот ехал вот оттуда и такой поселок у них ну сюда можно тоже на фуре заехать если очень захотеть туда заехал задом сдал постоял и уехал наверно люди ругаться будут трава все-таки груши у них растут его пахнет деревней маленький жеребенок угорожено да вот по таким ли дорогам приходилось ребята мне вчера ехать то то интересно приключения я вот спускался с того города вот вот в той горы я спускался я там сначала проехал по мосту туда потом вот так вот так между этими домами я просто ты ну я конечно кадр блин последнее время спускаюсь блин фиг знает откуда и фиг знает куда поднимаюсь потом ну ничего пока у меня все в порядке вот по этой дороге уже ехать нельзя было потому что там на перекрестке знак стоит все типа машина мотоциклами есть запрещен хотя там показано что можно вот там поехать и там потом развернуться на где там ехать я даже не представляю честно говоря я бы блин даже я уже был вчера готов честно честно я вот прошлом видео заканчивал рассказал что сегодня утром уже блин не ночью а утром рано начну начну движуху вроде нет у меня никаких этих клещей да вот это типа огородики их такие начну движуху задним ходом туда вниз за пару часов выберусь да видите какие у них тут огородики немецкие наверное на выходные сюда приезжают такие интересные домики так интересно вот ходить узнавать как люди в принципе живут вот машина едет она куда поедет сюда поедет но смотрите солнечные батареи ставят вот красиво да сюда не маленький поселок там и немецкий немецкий такой лифт пошатся там люди классно них огороды виде на склоне сделаны как-то горы как они так умудрялись блин там же блин надо перекапывать все конкретно так чтобы хотя бы какая-то ровная поверхность было огорода собачка живут сюда живут не просто так огороды стоят моя машина будущего менее наверно здесь какая-то у них общество садоводов любители а это что там такое грецкие орехи что ли растут или это черешня не это черешня здоровая уже да это черешня ведь какая большая у дико тропию но до нее не добраться вот так что круто я вчера круто ребята приехал сюда вот оттуда блин это конечно там я еду мне там люди показывают типа что ты там не проедешь но по сути да блин в итоге я бы проехал бы даже потом по тому мосту я бы проехал потому что я думаю что там знаков нету что там типа ограничения значит он выдержит да и потом вот я вот тут встал остановился пошел погулял прошел смотрю точно дорога на паркинг просто он меня вел на этот автохофф вот таким образом блин нехороший человек вел и привел вот так ничего сейчас немножко хоть по загорает у меня руки загорели тело так такой знаете крестьянский загар шея загорелая а тело белая сейчас что-нибудь скушаю еще и надо ехать потому что блин мало ли опять пробки у меня фиксинг тайм там выставка надо будет забирать всю эту продукцию этот наверное орехи да вот это одно орехи ну ладно а это да вот вот орехи до грецкий вот такие они растут там йодом пахнут интересно вот так надо блин летом хорошо когда ты становишься где-нибудь вместе можно выйти погулять хотя бы минут пять пройтись воздухом подышать вам показать то только одна дорога одни рассуждения демагоги занимаемся у каждого свое развлечение но по по планам как я и говорил у меня изначально сейчас вы загрузка как это интересно надо депозит отдать 100 евро потом получить их обратно на выезде это типа если что ты там ночевать не будешь а получается следует вчера поехал бы заплатил 100 евро и мне бы не отдали потому что я там переночевал но интересно блин не предупреждает об этом сегодня я звали разговор диспетчер он говорит вот а чтобы депозит значит что ты не будешь ночевать там тебе его вернут а получается что я там переночевал мне бы не вернули но повторюсь мне об этом никто не сказал и хорошо что я туда не поехал получается так что для информации эти выставки заезды на арены были спорткомплексы такая штука есть я помню когда я на бусе катался тоже я туда вез выставку тоже платил 60 евро и классе это же 100 это же где-то в германии но в городе как-то так поэтому я блин поехал точек у меня по штутгарту нету никаких и ничего нет никакой информации вообще блин у его нафиг сюда ехать спокойно бы точно стоял там и поехал вот так загружусь еду блин 120 километров не буду я нахер доезжать никуда блин стану в первом возможно блин паркинге что спокойно постоять завтра и в 11 часов начать грузиться где-то там 9 стартануть вечером чтобы быть в травме надо короче посчитать опять что там и как получится да вот это место блин опасно можно конкретно зацепиться ну его нахер это какая-то блин плита старая плита что-то написано что-то написано мы у мэсуинг пункт какой-то пункт но ребята может быть какой-то тут блин важный пункт типа точка земли проходит меридиан какой-то мессинг или какая-то . давление ну блин надо будто доехать чтобы не забыть про эту точку блин но его нафиг колесо порвать круто будет когда те ехал не заметил я сначала вот проехал нормально встал потом думаю не ну блин там полно вдруг какой-нибудь коллега приедет тоже ему надо будет и он не влезет дорогу тогда а я уже закрыл было смену и тогда я еще раз открыл и проехал пять метров не позволяло время и снова закрыл смену вот такой вот крут крут кривой у меня прицеп по сути видите главное что фотографии за фотографировал но когда я брал я не заметил что вот он тут тут какая-то была проблема вот видите тоже проблем вот это на фотографиях есть это все есть на фотографиях они заметили а потому что он был очень низко опущен когда я брал вообще очень-очень низко поэтому я не обращал внимание обращал внимание только там вот где-то там где-то там дырка блин было вот смотрите какая машина сейчас поедет через мост поедет же это что значит значит что пофиг можно ехать просто проблема в чем проблема в том что там если поедет встреч на ты не разойдешься с ней так что вот такая фигня я были просто недавно блин когда там через пару дней вышел начал тут смотреть думаю блин а что тут такое у меня не было никаких таких проблем чтоб я задом парковался ли в меня кто-то въехал у меня выгрузка была боком причем с двух бортов чтобы начал смотреть фотографии поэтому нашему смартфону фиг там увидишь он не открывает фотографии попросил артура он прислал мне да там такая фигня есть но вздохнул ну вот смотрите пошла машина туда то есть без проблем куда она дальше пойдет налево или направо но мне туда не надо если мне нужно было бы в ту сторону да наверное я бы так поехал даже думал что он разошлась машина легковая пошла грузовика то его нет не вижу наверно пойдет направо а мне вон оттуда надо будет выезжать тут я не вижу где он там пошел тут грузовик там есть дорога вправо есть дорога влево а вон он пошел он направо пошел но здесь тоже смотрю пробка созревает и вообще блин офигенное место для пробок ну ладно ребята продолжим уже потом может быть на виск на выставке что-нибудь сниму фу жарко пойдем готовится уже к этому самому и главное спокойно никто ничего тут не лазил ничего не рвал приехал я вроде на место выставка действительно блин так нашел это место саджик привел меня правильно эти водили как как хотели грубо говоря тут блин прямо такой вот касса депозит вносится 100 евро дается такая бумажка потом тебе это возвращаются если ты выезжаешь до 23 59 понимаете позже ты выезжаю что тебе ничего не дает блин сейчас мы уже поедем туда вовнутрь так скажем пытаемся заехать надеюсь тут я уже сходил туда посмотрела что там как там сказали можно заезжать вовнутрь там места больше здесь чисто такое оформление так понимаю можно было вот а сейчас поедем уже мы туда именно куда куды надо нам ну смысле поедем и на рампу не на рампу там территория такая сейчас видеорегистраторы будет видеть это все проедем заедем там еще на одну территорию будем ждать не час ожидания но здесь как-то может быть раньше возьмут может быть нет фиг его знает как тут у них все это происходит ну сам факт что я приехал пойду схожу на этот стенд спрошу у них как они что на всякий случай жилетку отдел посмотрим сюда и налево проверил если мне то бумажки депозит и вот сюда направо нам дальше мы будем выбирать куда нам лучше заезжать можно и сюда он говорит заехать можно вон туда заехать да интересно ребята встанем здесь на фига вот там тиснится при какие-то странные как будто вот это как называется я называю стадный рефлекс вот тут мы будут потом и выйдем нам вот туда прямо я пойду посмотрю стенд такой то скажу что я принципе здесь пойду скажу ребята я ваш стенд вот здесь ребята проходила вы выставка как обычно вот это надо мне забрать 274 на свете эксэпишен хелге найбер вот наверное кого надо не записать хелб хелге найбер хелб хелб найбер хелб найбер стенд кулэн вот это нужно сфотографировать и это все отослать да, то, блин, я пошел а мне, блин, говорят, а кто Овнер наверное, вот это сейчас я сфотографирую Хелги Найберг Улри Цехам да, вот, наверное, вот это вот такое вот большое-большое помещение но это нормально, да, как выставка что здесь было с промышленностью связано да, как у нас ну, я не знаю, как они собираются еще мне что-то ссувать, помимо этого все, ребята, ну, конечно вы кадры я тут, блин, ну, не знаю, посмотрим посмотрим я думаю, что нормально я думаю, ребята, что нормально, что 3 часа потому что тут народу будет меньше наверное, с утра тут было немерено а сейчас все меньше и меньше народу ну, нормально, спокойно тогда выгружу загружу вот, наверное, сюда подъеду и оттуда будет все нормально, спокойно это даже хорошо то с утра приехал тут, блин, по-моему, блин задница была полная даже сейчас еще была полная задница ну, пойду сейчас напишу короче, ребята, ситуация такая блин с этой выставкой и погрузкой это просто жесть короче две машины по экспрессу я и вот еще коллега мы прождали 3 часа его начали грузить а меня нет почему? потому что он идет на Швецию и у него тоже мой груз короче он забирает все, что может он забирает все, что может а мне, если что-то останется найдет на утрах как-то вот так но он говорит, что походу он заберет все, что можно только забрать блин, офигеть ой ну, я так думаю, что я буду ехать по полной я 3 часа отстоял считаю, у меня девяточка получилась ну, в смысле могу 15 часов отработать то есть могу ехать прямо до точки блин где это все будет но но, но, но но, не забывай, что в 11 начало у меня погрузки так, что вот так надо подальше подальше от Штутгарта блин, чтобы там были более-менее паркинги где можно встать потому, что здесь это, конечно, Жень блин там, где я стоял это секретная точка даже никто не знал где это вот, ну ладно будем надеяться, что он заберет все блин кроме одной маленькой тележки ладно ну, вон там грузит его ну, как-то он там расстояние оставляет посмотрим ну, у меня по-любому если у меня будет грустно там пигня у меня там тележки какие-то потом расскажу потом расскажу здравствуй здравствуй Продолжение следует... 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 ну вот теперь окончательно пришло пришло информация пришла мне по поводу дальнейших действий значит еду по максимуму туда принципе я туда и хочу помочь где будет погрузка как можно ближе грузимся на трава 11 часов и летим в травы мунда и сдаем прицеп в порту и на базу отдыхать и релаксинг будет у меня так что вот так это супер гольфовая площадка ну все гоним уже вечер вечерок не попал на паркинг парень чувствую не попал ну ладно будем искать там что-нибудь я думаю там найдем время у нас есть дофигища дофигища рабочего у меня до 13 часов 5 часов сфига и и вождение у меня ребята 8 часов сила а а а а Субтитры сделал DimaTorzok